МАХАТМЫ ГАНДИ МАХАТМА ГАНДИ Уникальные изделия индийской текстильной промышленности жители столицы смогут увидеть до 25 октября. Знаменитый казахстанский композитор Рахат Би Абдысагин провел свой первый творческий вечер в Театре Астана-Опера. На концерте будет исполнено 8 моих симфонических полотен, из которых у пяти произведений будет казахстанская премьера, то есть первое исполнение у нас на родине. Мировые премьеры этих произведений уже проходили в Берлине, Лондоне, Вене, Париже и Лос-Анджелесе. В концерте приняли участие симфонические оркестры и хор теноров Театра Астана-Опера, сам Рахат Би Абдысагин он солировал на фортепиано, а также лауреат 10-го международного юношеского конкурса имени Чайковского, скрипачка Акбеки Алги и дирижер Большого Театра России Дмитрий Крюков. Академическая музыка классическая, она не всегда развлекательная. Иногда это может быть как служба в храме, как какая-то работа над собой, как какие-то интеллектуальные откровения. Поэтому есть три сочинения в этой программе, условно говоря, авангардных. Чтобы их воспринимать, слушатель просто должен быть настроен на то, на какое-то глубокое понимание музыки, глубокое понимание искусства. С большим восторгом слушатели встретили и другие сочинения талантливого композитора. Многие из них завоевали гран-при престижных международных конкурсов. Казахский Моцарт Рахат Би Абдысагин в 13 лет стал студентом, а уже в 17 магистрантом. После защиты диссертации в 18 лет молодой человек получил звание магистра искусствоведения. Такое явление – редкость не только в Казахстане, но и во всем мире. Автор более ста композиций в эксклюзивном интервью рассказал нам, в чем заключается секрет его успеха. Темы совершенно разные. На самом деле, концепция ряда моих произведений базируется на таких явлениях, как биение сердца, тишина и тиканье часов. То есть биение сердца – это музыка жизни, воля к жизни, которая будет играться на концерте. Тишина – это музыка пространства. То есть вся эта информация, как бы, можно, наверное, охарактеризовать как ремесло композитора. То есть уметь выразить мысль оркестровы. Даже то, как, к примеру, выражается определенная мысль в оркестре. Другое дело – камерная музыка. То есть понятие формы, развитие драматургии – это все в целом изучается в консерватории и относится к композиторской технике. Центральный государственный музей Республики Казахстан совместно с посольством Швеции в Казахстане и Шведским институтом представил алматинцам мемориальную юбилейную выставку «Ингмар Бергман и его наследие в искусстве и моде». Она посвящена столетнему юбилею со дня рождения великого шведского режиссера театра и кино, сценариста и писателя, трехкратного обладателя премии «Оскар». Выставка представляет Бергмана и основные четыре его фильма – это «Седьмая печать», «Персона», «Сцены и супружеской жизни» и «Фанни Александр». И особый акцент выставки делается и на то, какое влияние оказывает Бергман на современную моду искусства. Данная выставка в настоящий момент проходит во всех странах Европы и в большинстве мировых столиц. В Алматы выставка будет открыта до 31 октября. В завершении выпуска – афиша ближайших событий. 25 октября Кустанайский областной русский драматический театр даст спектакль «Вышел ангел из тумана». 26 и 27 октября в Североказахстанской областной филармонии состоится концерт ретро-музыки и музыки из кинофильмов. 27 октября в концертном зале «Шалкама» в Караганде пройдет джазовый концерт.